Тогда мы коснемся к другой теме. Какие бы фильмы вы бы посоветовали посмотреть с детьми, с семьей, которые недавно вышли, в течение 10 лет? Есть такие фильмы? Есть, конечно. Какие бы вы посоветовали? Например, фильм про остров. Это событие. Это фильм, который я бы еще раз посмотрел бы и детям. А потом наши советские вот эти фильмы. У меня, например, для моих детей, для моих внуков, они вообще практически телевизор не включают. У них есть в телефонах, в айпедах у детей. И просто в телевизоре есть куча мультиков, но именно те, которые мы отобрали. Есть куча фильмов, которые мы отобрали. И, например, у нас все мои внуки, маленькие, они уже все посмотрели «Бриллиантовую руку», посмотрели «Ирония судьбы с легким паром». Ну, те фильмы, которые несут такую божественную теплоту и любовь изнутри, вот эти фильмы и надо детям к этому, чтобы они на этом воспитывались и это впитывали. А то, что сегодня все эти, ну, посмотрите, включаем, ну, слава богу, хоть теперь сплошные, кстати, наручники, сплошные какие-то расследования, какие-то убийства с утра до вечера. Но единственный плюс, если в 90-е годы побеждали бандиты, еще при этом при всем, стреляли, убивали и при этом побеждали бандиты реально. И я помню, когда я был политиком, да, я приходил в школу и в 90-е годы, чтобы это реально было, я спрашивал мальчика, кем хочешь стать, ожидая, скажешь, космонавтом, ну, как я, когда я был мальчим, я говорил, Юрой Гагарином хочу быть, там, конкретно я говорил, да, а он мне говорит, бандитом. Вот, а сейчас, знаете, кем? Вот, ну, это, наверное, из-за того, что как раз стали все-таки теперь милиционеры побеждать, полицейские теперь, да, но, тем не менее, сплошные опять убийства, как будто у нас другого, в жизни нет ничего, да. Ну, вот, спрашиваю мальчика недавно в школе, говорю, кем хочешь стать? Он мне говорит, таможенником. Ну, я, вы же понимаете, что он не из-за того, что хочет там спасти, значит, страну от каких-то наркотиков, от какой-то контрабанды, вот, потому что у таможенника есть тоже своя прелесть, да, и такая профессиональная, значит, романтика, да, но, к сожалению, ребенок не из-за этого туда хочет идти, совершенно не из-за этого. И еще такой сейчас есть, ну, таможенник, это такой конкретный ответ, а иногда говорят, просто чиновникам. Я говорю, а каким чиновникам? Не важно, чиновникам. Я говорю, а почему? А они такие все важные, вот, и, значит, им, они хорошо все живут. И тоже понимаем, что не из-за того, что зарплату хорошую платит чиновник, и что он должен служить людям, и, слава богу, есть такие люди, которые именно служат, да, иначе бы страна уже в другом. Но мы же понимаем, опять-таки, почему хочешь чиновников? Потому что там взятки дают, и живут неправильно большая часть, или значительная, так скажем, часть этих чиновников. И это дети видят, впитывают, и мы говорим, вот, опять вспоминать, добрые и злые дела. Вот ребенок вот все это впитывает. Это что, это как раз вот на чашу злых дел уже идет. Он впитывает уже в сознание с молоком матери. Вот это вот беда. Кстати говоря, вот, если закончить эту мысль, вот, помните, как мы избавились все-таки от бандитов? Ну, по-крупному. Они, конечно, остались, где-то еще есть, но, если они 90% нашей жизни занимали, там, экономики, по крайней мере, в 90-е годы, да, то сегодня, ну, где-то они, там, 10%, 15%, ну, в разных регионах по-разному, и в разных сферах по-разному, да. Как правило, они как раз криминальные какой-то часть экономики, они ее, как говорят, пасут, да. А нормальную экономику, как правило, они уже вышли из нее. Вы знаете после чего? После того, как люди, вот как раз, когда бандит не стала звучать гордо. И вот когда коррупционер будет звучать, как постыдная вещь, да, то только тогда у нас коррупция уйдет и станет там, она останется где-то опять 10-15%, а не как сейчас там под 70-80% нашей жизни, это все в малой, в большой коррупции замешано, да. Потому что коррупционер пока не звучит у народа, как, ну, плохо. Наоборот, умеет жить, молодец. Вот когда мы все скажем, что это не умение жить, это зло, это постыдно, это греховно, да. И вот тогда только это, никакие законы, я вот в этом абсолютно убежден, законы могут помогать, но законы сами по себе не решат эту проблему, она внутри нас.